Добрый вечер, уважаемые зрители! Вчера в Цюрихском университете Михаил Ходорковский в своем докладе «Друзьям всё, врагам закон» раскритиковал состояние российской юстиции и экономическое развитие России. Согласно его представлению, только с 2011 по 2013 годы число частных предприятий сократилось в России на 14%, или с 4 до 3,5 миллионов. Исходя из его опыта, экономика и судебная система находятся под контролем Путина и его доверенных лиц, и тот, кто вступает в противоречие с этой властью элиты, того осуждают и лишают бизнеса. Но давайте вспомним, кто такой Михаил Ходорковский. Русский с еврейскими корнями, он пользовался привилегиями коммунистической молодежной организации «Комсомол» и быстро разбогател благодаря нечистым бартерным сделкам. Между 1990 и 2003 годом он стал самым богатым и влиятельным человеком в России, создав при этом банк «Минотеп» и купив по заниженной цене через этот банк на одном из аукционов как единственный покупатель российскую нефтяную компанию «Юкос». Его целью было передать российский нефтяной бизнес в руки западноеврейской финансовой элиты. Однако в 2003 году Путин воспрепятствовал тому, чтобы рокфеллерский нефтяной гигант «Эксон» мог забирать 40% нефти «Юкоса». Вместо этого Ходорковский был арестован по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В конце 2013 года Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, и теперь этот человек стоит в швейцарском университете и открыто клевещет на свою страну и ее развитие. Согласно данным официальной статистики Росстата, отчетливо видно, какого уровня достигло развитие и укрепление России при Путине с 2000 по 2010 год. В течение этого периода валовый внутренний продукт России вырос на 96,7%, внешняя торговля выросла на 332%, торговый баланс на 150%, в то время как иностранные инвестиции выросли на 952%. Внешний долг сократился на 83,3%, а инфляция снизилась по сравнению с 2000 годом на 56,5%. Объем промышленного производства вырос на 47%, заработная плата увеличилась на 142%, а пенсии на 231%. Розничный товарооборот вырос на 156%, а уровень бедности и безработицы снизились соответственно на 56,6% и 29,2%. Таким образом, описание Путина в роли беспощадного экономического диктатора, исходя из этой информации, представляется более чем сомнительным. Когда в свет выходят такие поступки и трезвые факты, искажения в СМИ становятся еще более явными. Говоря об обвинениях в диктаторстве, сейчас мы покажем короткий отрывок из пресс-конференции с участием Путина в Вене. Смотрите сами, как Путин с юмором воспринимает эти обвинения в диктаторстве. Я heißе Sie, Herr Президент der Российской Федерации. Sehr herzlich willkommen. Я знаю, что я уже давно был президент der österreichischen Вене, что я вас уже третий раз begrусью. Первый раз в году 2001, потом в году 2007 и сегодня в году 2014. 2014, это третье раз. Диктатор. Но хорошая диктатор. Да, да, да. Мы ставим на контуинность. В дополнение к этому, посмотрите еще и короткий отрывок из этой пресс-конференции, которую мы показываем в рубрике «Образование», не подвергая его цензуре. Рекомендуйте и дальше наш канал всем людям, которые ищут правду. До свидания. Рекомендуйте и дальше наш канал.